Продолжаем выпуск. Ситуация на междугородних трассах остается критической. Сегодня утром буран усилился. Дороги перекрыты в шести областях Казахстана. Заторы остаются в семи районах Карагандинской области. Самая тяжелая ситуация в районе Спасского полигона. Водители-дальнобойщики, пассажиры автобусов и легковых машин взывают о помощи и просят эвакуировать их. Если вчера многие из них не соглашались оставить свои машины и груз, то сегодня люди доведены до отчаяния. Что делают власти для спасения застрявших в снежных заносах, выясняла Людмила Батюшкина. Ко многим застрявшим сегодня проехать можно разве что на танке. В районе Спаска на трассе видимость нулевая. Люди по телефону рассказывают, что не могут в буране найти кафе, которое расположено всего в 60 метрах от машины. Топливо заканчивается, кушать хочется, голодный, он не знает, что делать. Здесь никого нету, здесь нету никого, ни МЧС, никого нету. Только сотрудники, дорожная полиция двое ходит, которые остались в жюри ночи. Как бы, чтобы приехали, машину могли оставить, приехали, чтобы заболели отсюда, а большого выхода нету. Водители фур из последних сил сопротивляются стихии. Уже четвертые сутки сами лопатами прочищают переметы. Сегодня дороги закрыты в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кустанайской, Павлодарской областях. Всюду летуют бураны и штормовые ветры. Порывы достигают 30 метров в секунду. Только в Карагандинской области в заторах остаются почти тысячи машин. Дорожные службы и спасатели не успевают расчищать дороги. Большая часть водителей уже отчаялась. Они готовы бросить машины и груз, лишь бы выжить. По данным департамента ЧС, за прошедшие пять дней из заносов вызволены более 300 легковых и грузовых машин, 20 автобусов, спасены около 200 и эвакуировано больше 350 человек. Претензии водители и спасатели считают не совсем обоснованными, мол, делают все от них зависящее. Вот накануне развозили воду и еду. На пяти автобусах людей вывозили и бесплатно кормили в кафе. На утро сегодня уже выделено более 800 пайков хлеб, 200 булок хлеба, около 400 литров воды, на более 350 человек подготовлен обед в кафе. Поэтому сейчас уже вопросы решаются по выделению также и топлива для работы всех аварийно-спасательных подразделений. В Абайском районе возле Спаска объявлена чрезвычайная ситуация. Власти даже рассматривают вопрос возмещения ущерба пострадавшим за счет средств резервного фонда области. Сейчас чиновники делают все возможное, чтобы не допустить мародерства. Обязательно будет произведена охрана. Здесь у нас работают четыре ЛМЛСБ. Это военно-техническая. Идет постоянное патрулирование. Метель в Караганецкой области стала настоящим стихийным бедствием. Замерзающие и голодающие водители жалуются на бездействие ЧАЭС, коррупцию со стороны дорожных служб и на безжалостную накрутку на продукты предпринимателей. Пока чиновники уверяют, что ни одно из обвинений дальнобойщиков не подтвердилось. А спасатели докладывают об усилиях, приложенных к вызволению из снежных ловушек людей и их имущества. Но бураны, по прогнозам синоптиков, продлятся до 30 декабря. Остается надеяться, что голодные люди дождутся помощи. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Карагандинская область.